Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт. Вашему вниманию хочу предложить бой в режиме 2 на 2 на 2 карта Морталис. Играю я тут за Космодесант. Со мной в команде за Имперских Гвардейцев играет Суви. Противники. Макловин за Сестер. Еще одна сестра с ним в команде. Эво Кактус. За Тао играет Кики Битц. И за Некронов Лисичка. По-моему, стоял Авто. Вот эти вот игроки, они были вместе. Как минимум. Раз Авто стояло. Тут две сестры объединились. Почти все по канону. Ну, Тао с Некронов, конечно, не по канону. Но они подпадают под одну категорию. Под Ксеносов. Много интересного произошло. Вы сами все увидите. Командор у меня выходит. И 2 на 2 на 2 я всегда пытаюсь играть через Командора. Там не через оружейку. Просто всякие залетные могут, да, прибежать. К Серафимке, например. Канониса может прибежать. Че ты сделаешь со своей оружейкой? Просто базу отдашь. А так Командора сделал. Невидимка была убита у Тао. В этом режиме самое главное не спешит. Не лезть на рожон. Тут мой союзник бегает отрядом командования. Начинает агрессивно играть. На Тао тоже напали сестры. Тут я начинаю писать своему союзнику. Он пишет, что на английском будет общаться. Я прошу его не атаковать. Я хотел победить. Поэтому шутить не стоит. В 3 на 3 можно пошутить. 2 на 2 ошибок не прощает. То есть, если ты уничтожаешь противника, ты должен уничтожать малыми силами. И при этом оставлять основную армию у себя на базе. Потому что другая команда противника тут же нападет. Просто мгновенно. Тут сопки бегают по базе Тао. Отлично. Мой союзник мешает Некрону. Особо сильно тоже не мешает. Тут писанинам, если интересно, можете читать сами. В общем, я показываю весь свой талант по знанию английского. Тут сагрились сестры теперь на нас. Серафимки появились у кактуса. Некрон молодец. Некрон спас своего союзника. Не стал он ждать, пока прокачается у него НВшки. Просто намасил, пошел и массы прогнал. Они даже и не прокачаны тоже. На такой стадии игры могут очень сильно огрызаться. Тут серафимки, мне кажется, проиграют в битву. Да, они отлетают еще. И турелька спасает. И канонисы тоже отхватывают. Тут союзника я учу играть, по ходу делаю. Качай экономику, качай быстрее. Переходи в Т-34. При переходе в Т-34 я играю через храм бога машины. Потому что мне все равно, мне надо переходить в Т-4. И нажму переход на Т-4, как перейду в Т-3. Сразу же. А потом уже достраиваю остальные постройки. И при всем, при этом защищает. Базу Командор. Ну, если, например, пошли бы сестры на нас, мы бы сделали пехоту. В общем, получилось мне отговорить противника не нападать на Некроны. Вроде бы пока все мирно. Третий пак Серафимов, ничего себе. И опять. пока что все идеально складывается для нас противники сцепились до по сражались мы стоим 30 секунд и пошли тут переход в т3 идет вот постройки дополнительных построй которые необходимы как-то спросит 60 секунд теперь они хотят напасть на нас я это видел что там серафимки собираются что делать командора подвел сюда турели пошли начинаю выводить библиария но они уже готовы союзник тоже видел он пикал мне показываю мог бы сюда перетянуться потихоньку после не успел тут качнуть их потеряю все рачинки прокаченные мощные срываю строителей на починку поста пост прокачался и не так далеко и лучше разбить до сняли точку ничего страшного ресурсы есть командор уже побежал в ближний бой чтобы заставлять его микрить турелька начинают работать библиарий вышел ну и я тут дефался спокойно чей смайт успел зарядить ну пост пост могу потерять прокаченный пост конечно потерять было неприятно это вот это так а вообще не страшно было мне и вообще удивился что он там на т2 столько на спаме суда упрыгнул серафимками ради двух постов задерживать себя в течи сразу делал вывод это нуб все кто на меня нападает это нуб тут стычка не знаю кто напал некрон напал или гвардейц спровоцировал до некрона поставить тут турель он по-любому будет реагировать на это в т3 вышел он кстати и и Ждем лэнда, появится лэнд, Т3 есть у уникрона. Он тоже быстрее качает свой монолит, а не качает своих поинов, ведь стычка приостановилась, сразу перенаправил все свои силы на течь. Турель от Серафима, которые будут прыгать сюда. Это хотя бы задержат их, терминаторы делают все. Тут фабрики построились у Серафима. Очередная попытка, святая наверно уже идет. Нет. А вот она, святая. Урубаю вилку библиарис, мать заряжаю по Серафимам. Серафимам больно, пост все-таки ему удалось не уничтожить. Это печально, конечно. Опять прокачанный пост сломал. У меня своя статика тут против сестер. А тут гвардеи сражаются с некроном. В общем, на два фронта начали сражаться. На меня сестра сама прыгала и я тоже должен отвечать. Я не знаю, стоять и позволять это делать. Терминатором пофиг на эту обилку священника, знаете, вот сами увидели сколько урона, он даже не убил никого. При этом сам погиб. Экзорцис, конечно, неприятен. При этом. Снова святая прыгает, выкидывается на лэнд. Но мне надо уничтожить машину наказания, а не эту святую. Все ракетные турели перенаправляю по машине наказания. Он, блин, слишком близко подошел. Он будет уничтожен. Вот видите, они сами же нападают на меня. Вихрь против сестер обязательно надо делать, потому что много пехоты у сестры всегда. И артиллерия спасает. Кстати, Василисков я не вижу у союзника. Почему нету Василисков? Есть у него карающий меч. 16 минута, давно пора сделать. Что в вашем поле? Вышелье! Что в вашем поле? Надоели эти экзорцисты, сейчас Лэнд разберется. Второй уехал уже далеко там, под селестянок, не хотел я ехать своим Лэндом, а тут что у него, машина наказания. Это настоящий монолит, не крон сюда прыгает. Если честно, я не думал, что это настоящий монолит, даже в игре я вот сейчас смотрю, это настоящий монолит, он настоящий прыгает. В общем сражение на двух фронтах, надо сестер сдерживать, там не кроны. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Дроиды пошли от Тау. Дроидов много, плюс еще и невидимых тут много. Перемещаюсь я тут Лэндом. этот уже уже монолит да против троидов ему трудно справляться космодесантники начинают у него нормально на базе чем тут паникует дроиды сейчас погибнут и все самое главное пехота то не зашла этот проход то держу я знаю что там то есть еще пехота должна быть у него и эти приставующие сестры то стали просто так и с одной стороны нападения и терминаторами на полу на некрона надо было теперь уничтожить на контратаке придут и терминаторами дредноутами начинаю ломать ему монолит тут этот дредноут застрял просто стоит не работают да скидывается дредноут чтобы посеять хаос в рядах тау ковровая бомбардировка отличная с монолитом разобрались двойна огня по настреляли конечно по моим терминатором больно было тут избавился от сестер надоели уже так и если у него монолит еще да ты дважды монолит остался и крона можно было добить и начинаю уже валить а вилки не было я бы терминаторов тут потерял дроиды напали не было антитехом потому что у меня на базе 200 до стали уже все эти машины наказания селестянки постоянно ломают постройки экономики для вихра и жалко если потеряю и не слегка у гвардейца был бы карающим он бы дожал бы до жалоба базу ему почувствует пехоту расстрелять а к саркинов держи рядом с карающими все если невидимки прыгнут убьешь ответ командования стоит сеть надоело мне это я начинаю уже длиться тут ругаться плакаться меня бесит когда побеждают нечестном бою не слишком развитое чувство справедливости малыми силами битым лендом космодесант не отступают идет только вперед уничтожать врагов императора терминаторы возвращаются на базу блин эти экзорцисты конечно вообще бесит дредноутов скинуть ресурс не хватает по влиянию мало потому что постоянно теряю посты при этом я помогаю союзнику союзник мне не очень помогает и не кроме сюда специально скидывает уже монолит таким образом он откликает и сами идут в атаку очень много дроидов даже передышать не дали снова прыгает не знаю такое ощущение как будто они зашли просто узнать и на нервы кому-то подействовать и все чисто вдвоем давай будем прыгать а там пусть что будет снова потерял посты тем временем все нас и нападают тут чистая ошибка моего знания английского я по-моему написал нехорошее слово вместо слова гайс типа ребята два на четыре перестаньте их союзник сдаться он не смог перестроиться на на тактику тауда у тау много невидимых и техники то есть дроиды ему надо было тяжелое вооружение ставить василиски кассеркина надо делать вот гвардейцев чистотанки сидеть и куда я уйду что я сделаю как я помогу он грит помощи им всю игру помощи требовалось убить моего союзника к сожалению гвардейцы трусы остался один ну все серафинки теперь переключились быстро на тау самое интересное начинается дроидов надо срочно возвращать тут еще и кающиеся сестры кого нету сестерка все силы подключили строй да если тут не потопят надо было остаться тут перестрелять вот этих вот пехотинцев сестер тут зачем плавку ломаю иди убейте пехоту противника сначала потом уже разбиваете постройки которые производят боевую единицу ломание базы зачем иди убей вот этих воинов огня до серафинками прыгни монолит сломайте машинами наказания вместо этого это вот атака сейчас захлебнется у сестер эти отступили под натиском дроидов тут невидимки прыгнули мешали хотели мой land сломать я тут отписался могу я уничтожить одну сестру теперь моя очередь быть противном что по сей что и пожмешь ничего не понятно это это команда вроде бы отдыхались а считая умерла отлично теперь макловин будет у себя на базе кактуса будут не крон стауситом убивать как теперь сражаться на два фронта макловин просто вернул все свои войска на базу и блин танк потеряю орбитальный удар скинул красивый 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 и да и укипокинал Продолжение следует... 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 Продолжение следует...